Областной проект «Поезд Добра» прибыл в деревню Новоалександровка Казанского района. Его цель – проявить внимание и заботу людям пожилого возраста в малых и отдаленных селах. К тому же в команде есть и различные специалисты, которые всегда готовы выслушать и проконсультировать всех желающих. Вместе с местными жителями встречала «Поезд Добра» и моя коллега Инна Михайловская. Из райцентра в Новоалександровку «Поезд Добра» движется по обычной дороге. В микроавтобусе бригада – это соцработники, медики, артисты – разворачивают площадку в местном ДК. Люди подходят, селяне делятся наболевшим. Чтобы были все товары, хлеб, чтобы нормальный был у нас. Ремонта нету, ни красок нету, краски вообще не возят почти. Ни звездки, это все, надо ехать туда, в Казан. «Поезд Добра» товары не возят, а вот услуги, пожалуйста, причем самые необходимые, тех, которых нет в селе. Проверка зрения, например. Медработник проконсультирует, выпишет рецепт. Тем временем в зале ДК официальное открытие. Жителям рассказывают, что «Поезд Добра» – это акция, которая проходит целый месяц. Осенью для пожилых людей с отдаленных деревень. В составе представитель пенсионного фонда. Консультирует. Могут даже принести какие-то документы на консультацию, трудовую книжку показать, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Либо могут задать вопрос, когда пенсия может наступить, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Многие селяне зачастую не знают о социальных льготах. Здесь им все разъяснят. Консультация на месте. Что могут получить пенсионеры дополнительно к тому, что некоторые, имея книжку ветерана труда, не идут и не обращаются. И не знают о том, что им положены дополнительно льготы по ЖКУ, льготы по телефону, льготы по проезду. И здесь на месте мы принимаем заявление. Фаедыка парикмахер Веры стрижет без перерыва. Она работает в центре соцобслуживания. Почти все бабушки, дедушки Казанки и районы – ее клиенты. Я подсказываю им сама, что бы хотела, ну как бы вот я бы хотела их видеть, какую бы стрижечку лучше сделать, какой цвет лучше покраситься. Но они у меня все, кто до 100 лет, еще мальчики и девочки. После консультации и стрижки. Концерт. Самодельные артисты исполняют только те песни, которые любят слушать селяне. Поезд добра уедет, а настроение останется. Ирина Михайловская, Александр Зусимов. Тюменское время. Слушай новости ТСН на Радиомир.